В Чебоксарах отметился Змей Горыныч. Это судно копия древнерусской ладьи. Участники экспедиции повторяют исторический путь Рюрика 9 века. Что это за маршрут и чем удивляют экскурсантов в репортаже Татьяны Молуковой. Вот такое судно. Такое увидишь не каждый день. Ладья Змей Горыныч словно приплыла из прошлого. Главный на борту – командор-капитан, отец-феоктист. Прошу на борт Змей Горыныча. Экипаж похож на героев сказок. На борту мечи, шлемы, карты. Но это для мужчин. Для женщин – наряды древних княгинь. Их могут примерить все желающие. Здесь в кают компании предлагают каждому, кто придет на экскурсию на этот корабль, надеть древние одежды и превратиться на секундочку в княгиню Ольгу, например. Сначала надеваем платье. В таком ходили к княгини. Так, наручи. Это называется наручи. Они как-то вот… Они не прикрепляют, да. Расшиты жемчугами. На ладье Змей Горыныч не только попадаешь в историческое место, но и на минуточку становишься русской княжной. Санкт-Петербург прошли Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро. Цель экспедиции исследовательская – найти в Балтийском или, как его называет отец-феоктист, в Варяжском море остров Русов, который основали династию Рюриковичей. А еще повторить поход Синеока из Варяков в Греки и из Варяков в Арабы. Змей Горыныч ушел в экспедицию в мае 19-го года. За это время команда побывала во многих странах Балтии и цели своей достигла. А Русь-то вы нашли? Мы нашли этот остров, который находится в архипелаге Моузунских островов. Это юго-восточная Балтика. Там очень много островов, 1200 малых и средних. И вот среди них этот остров Русов, который сочетается со всеми источниками древнерусскими повести временных лет и другими источниками, подтверждается археологически и со всех сторон. Змей Горыныч – копия Поморской ладьи. Строился три года. Только на одну голову уходило три месяца. Строили судно по старинным рисункам и чертежам. А вот инструменты и материалы использовали современные. На тех исторических ладьях тоже был Змей Горыныч, вот так изображался? То наверняка были какие-нибудь такие ладьи. Раньше скорее они были более такие функциональные, чтобы перевозить товары. Может быть не очень обращали внимание на вот эту красоту. У этого корабля немного другие задачи у батюшки, поэтому он сделал такой проект, чтобы он был похож на Змей Горыныча. 17-метровое судно может вместить 12 человек. Двигается под парусом или на веслах. Каждые три часа меняется рулевой. А не страшно вообще водить и мало ничего? Ну страшно, конечно бывает страшно. Но ничего, все, слава Богу, с Божьей помощью мы так преодолеваем. В планах экспедиции основать в каждом волжском городе курсы посудостроения. Чебоксары, естественно, вписываются. В древности через эти места проходил путь древних русов. Дмитрий Иванович, у нас тут новый шелковый путь, вы помещаете? Слушайте, ждали все Валдай, приплыл деревянный дракон. Это хорошо. Пусть и Валдаи плывут, и драконы летают, плывут. Мы всем рады. Экспедиция завершится в конце июня в районе Жигулей в Самарской области. Змей Горыныч, загрузив провиант, отбыл вниз по Волге. В следующем году экспедиция повторится, но уже на трех кораблях. Они сейчас строятся. Татьяна Молокова, Георгий Кривошеян, Республика.